Кто они, эти вооруженные до зубов люди? Правильно, грибники. Смелые женщины, отправившиеся на тихую охоту. И сегодня мы будем собирать грибы в сосновом лесу. Конец октября, и в Ростовской области наконец-то начались дожди. Да-да, в то время как в Московской, Ленинградской и других областях бушует грибное изобилие, в Ростовской области тишина, жара и сушь. Но и в нашей местности есть время для грибов. Масленочек, красотень. И тут еще один. Красота. Режем, режем. Сразу оговорюсь, я не являюсь специалистом по грибам. И в фильме использую только местные названия грибов. То есть я не являюсь последней инстанцией в определении грибов. И просто делюсь с вами своими эмоциями, опытом и красотой соснового леса. Мы уже выходили в небольшой поход-разведку за грибами. Но в тот день грибов собрали мало. От силы килограмм. В основном это были маслята и зонтики. Причем зонтики в нашей местности мало кто знает и собирает. Абсолютное большинство грибников считает зонтики несъедобными и даже попросту поганками. Я же изучив этот вопрос в интернете поняла, что зонтик пестрый очень даже вкусный и достойный гриб. Но опять же, всем кто заинтересовался грибами под общим названием зонтик, рекомендую очень тщательно изучить эту тему. Ведь у зонтиков есть множество ядовитых двойников. Сегодня за грибами мы не идем, а едем. Вначале переуправляемся на пароме через Северский Донец. Потом я бы назвала сие действия грибным десантом. Ибо как еще назвать то, что мы делаем? Подъезжаем к лесу, выскакиваем из машины, быстро осматриваем окрестности на наличие грибов. Нет? Снова в машину и к следующему месту. И так раз за разом. Не совсем мой формат. Много суеты. Но я понимаю, пешком до столь дальних мест мне не добраться. А места вблизи населенных пунктов хожены-перехожены. Поэтому придерживаюсь общего темпа. И лишь на излете пытаюсь как-то снимать на видео красоту леса. И стоит только мне согнуться с камерой над мхом, грибами или даже покрышкой от колеса. Лес. И тут такое колесо. Уже все проросло лишайниками. Природа даже вот с таким мусором, как колеса, справляется в принципе. И справится постепенно. Тут же раздается крик. Таня, Таня. И это значило одно. Пора бежать к машине. Десант свое дело сделал. Едем дальше. Вот так мы за грибами охотимся. Выскочили из машины, побегали, собрали три гриба и едем дальше. Совсем как бы не совсем мой формат. Я не успеваю вникнуть в настроение. А уже надо куда-то ехать, уже куда-то надо бежать. И меня всегда торопят. А я еще пытаюсь снимать. Снимать в таких условиях очень сложно. Как бы там ни было, красотой я успевала наслаждаться. А что самое интересное, где-то на бегу, именно после крика Таня, именно по дороге к машине не все время попадались грибы. Ага. Так. Да. Ну такой. Не очень-то. Да, что там с фокусом. Большой. Опа. Ага. Хорошенький. О, какой красавец. Ой, упал. И тут второй. Главное фильм. Опа. Ох, какой красавец вообще. Приехали за грибами. Вот в такой сосновый, абсолютно красивейший, шикарный лес. Чистенький, без мусора. По наводке, говорят, есть золотистые сыроежки. Именно их мы сейчас будем искать. Ну, посмотрим. Будут, нет. Тут хвоя такой слой огромный. Вот идешь, как по ковру проваливаешься. Мягкий-мягкий. Как по перине прям. Ой-ой-ой. И тут все так засыпано. Так вот. О-о-о. А здесь такой лес. Такие мрачные ряды сосен. И там у нашей грибницы идут с ножами. Один красавец. Ага. Опа. А там еще один. Угу. 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 Что тут у нас? А он и неплохой, в принципе. А вот еще один красавчик. Посмотрим, что тут. Собака. Собака. Опа. Что он тут? Сейчас обрежу, посмотрю, что тут. Давай, Аня. Аня, давай. Собака гонит коров. Умная собака. Гавкает на коровушек. И коровушки бегут куда надо. И тут под листиками спрятался маленочек. Опа. Что у нас тут? Масленочек. Маленочек. Забавная штука. По-видимому, когда-то дрова были. Или что это? Какая-то штука. Вот она засыпана хвоей уже. Не пойми, что это. Ну, а маслята? Масля. И еще и тут маслята. И вот тут маслята. Целая группа. Вот они. Сейчас буду резать. Ух ты, красавцы, красавцы. Да молоденькие ж вы мои. Ой, малятки. Масляточки. Целая компашечка. Вот они где, на солнышке. Не в тенечке. И там еще. Опа. Я тут целую кучу маслят нашла. Да. Да, маслята. И этот старенький. Молоденькие, красивые. Прям вообще. Шикарные. Ну, прям кучка. И самым главным чудом, самым приятным трофеем этого дня стал белый гриб. Который я срезала буквально у машины, поторопившие меня голоса напарников. Тут хочется отметить, что последние белые грибы я видела лишь в далеком детстве. В Ростовской области белых грибов практически нет. А где есть, те места знать надо. Ну и конечно, тот, кто знает, своими знаниями не спешит делиться. Лес был попросту переполнен машинами с грибниками. Судя по всему, все следовали простой схеме. Осматривали лес в 10 метрах от машины и ехали дальше. А потому неудивительно, что мало кому попадались грибы. В итоге вскоре мы стали проезжать машины с открытыми багажниками. Вокруг которых дружно собирались все эти ленивые грибники. С тем, чтобы откушать запасы еды, взятые из дому. Ну и что же, хороший вариант отдыха. Лес есть, еда есть, красота. Картошки? Вкусненькие. Мы же едем дальше. Казалось, мы решили обогнать всех и заехать туда, куда не доедут многие. Мы проезжаем маленькие населенные пункты, заброшенными и незаброшенными домами. Живут же люди где-то посреди леса. Все домики стоят обособлено. Вокруг тишина и красота. Куляшки. Следующий населенный пункт маленький. Там домики. Ну так люди живут, разрозненные домики, одиночные буквально. Антенны у них как-то. Да, вон все, огородик ухоженный, явно, значит, кто-то живет. Сарайчики. Кстати, водитель, который нас вез, как только меня увидел, тут же хотел меня сосватать за какого-то отшельника, живущего в этих сосновых дебрях. Фух, хорошо, что я уже замужем. И эта информация быстро развеяла планы по устройству моей личной жизни. Вот и мы решили перекусить. Так что тоже обустраиваем свой импровизированный стол в открытом багажнике машины. Раскрыть пакетики и начинать кушать. Помидор не взяли. Я не знаю, почему мы не взяли. Главное, чай. Ну, я у меня джик убрала. О, тут вообще по-серьезному. Да, и мне надо. Такой стол по-серьезному. Да, давайте. Вон чай. Вкусно покушав, отправляемся дальше. И, о чудо, наконец мы добираемся до леса, в котором мои напарники-грибники вдруг затихают. И никто меня больше не завелывает и не торопит. Нормальный. В принципе, когда грибники затихают, перестают звать Таня, Таня. Это значит только одно. Пошли грибы. И они реально пошли. Маслята, зеленушечки. Ну, не то, что прям масло. Но, по крайней мере, стало намного интереснее, намного азартней сегодня. Вот из того, что сегодня было, это вот фокус на камере вообще никакой узкий. Фокусируйся, давай. Такой красивый светлый лес. Здесь много срезанных грибов. То есть такой лес должен быть грибной. Когда вот пора прям грибная-грибная, тут, по идее, очень много грибов. Посмотрим, что тут за маслёночек. Это может ещё и... Да, он сухой. Эка сосну вывернула. И сосна такая интересная, двойная. Даже тройная. Со скрученным таким тройным стеблем. И вот её вывернула из земли. Там дальше он ещё. А тут участок леса, смотрите. Просто поваленные, вывернутые деревья. По-видимому, был какой-то порыв ветра, ураган. Именно полосой как-то шёл. И вот деревья поворачивал. Вот старенький. Возможно, неплохой. Что, два маленьких маслёнка срезала? О, вот это уже хорошенький. А вот ещё склизкий красавчик. Посмотрим, какой он там. Опа. Что он там? Тут явно следы живности какой-то. Так, чей это вообще след? Кабанчик? Или этой косули? Надо в интернете потом посмотреть. Сразу захожу в лес. И с краюшку вижу маслёнка. Так, так, так. Он, наверное, не очень. Опа. Хотя обрезать можно, будет хорошенький. Что, опять старый? Да нет, нормальный. Вполне такой маслёночек хороший. Так, вот один. А вон там. Дальше второй. А вот это уже интересно. Это уже зеленухи, друзья мои. Вот они. Одну красавица прям. И вот вторая. О, красотя. Значит, где-то ещё есть. Да, вот она ещё рядышком. Прям чистенькие. Хорошие, замечательные зеленушки. Прям красота. Вообще. Какие красивые. Красивые. Ну, что ты выбрали? А, во, 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 во. Вот это вообще красота в руке сейчас. Это здесь где-то, да? Вот это да, красота какая. Думала, что всё уже истоптали. Тут же смотрю. А тут гриб. Гриб. Красивый гриб. Большой, красивый. Ух ты. Замечательный просто гриб. Какие большие. Ух ты, красивые. Угу. Да, хорошенькие. Что это за грибы такие? Показать может, кто-то знает. Их там ещё были, я не стал, я два срезал. Да. Да, а что что это за грибы такие? Да, как бы нас съедали. Ой, а тяжёлый какой. Ну, напитанный влага. Да, прям тяжёлый. И спросишь в интернете, что это за гриб. Да, вот уже спрашиваете вы. Звук-то записывается. Звук-то записывается. Нашёл. Какой? Тополь. Усей оно. Лежит. И тут он ещё такие. Ещё там эти. Такие, но чуть-чуть не такие. Я те укропинку, а те белые. Как вот шампиё. И вот эти. Вот это вот я понимаю. Грибочки. И жёлтые какое-то под низом. Вот, кстати, меня за этого дядьку бородатого сегодня хотели. Они видно заскапливали. А, видно, вот как раз хватит зрителям. Замуж отдать. Сегодня думали, что я свободная. Говорит, отшельник тут живёт один. Бородатый дядька. День был долгим. Грибов собрали не так, чтобы много. Но всё же мы с грибами. Все сошлись на том, что массово грибы начнутся через пару дней. Что же, возможно, мы снова отправимся на тихую охоту. А пока возвращаемся домой. Моросит дождь. Но в машине тепло и уютно. У парома собралась длиннющая очередь из машин. Это грибники со своим уловом. С каким? Да кто вам правду скажет? Впрочем, это и не важно. Главное, мы провели день в сосновом лесу. Это был интересный, насыщенный, хороший день. Вы вытягиваете, я буду снимать. Опс. Опс. Баночка. Теперь мой. Опа. Опа. Всё. Ну, собственно, вот это наш грибной улов. Грязный очень. Очень грязный после дождя. А вот это самое интересное. Это вот самые крупные маслята. Это вот он гриб. Белый. Который я нашла. Крупный. Это золотистая. Забыла, как называется. Они тоже такие красивые. Золотистая сыроежка, по-моему. Очень красивые тоже грибочки. Вот. Тоже красота. Вот этот, красавец, огромный такой. Вот. Вот тоже хорошенький. Ну, белый, конечно, гвоздь программы. Что там говорить. А, и вот зеленушки ещё. Зеленушки тоже они такие плотненькие, красивые. Замечательные грибы просто. Сейчас всё это будем чистить. Жарить, варить, что-то делать. Замечательные грибы. Жарить. Чтобы было жарить.